так взять всем привет сегодня я скачаю установлю half-life 2 на андроиде своем у меня redmi note 8 pro и так поехали во первых сайтом буду пользоваться android.ru захожу на него и кстати можно здесь посмотреть и оценки самого сайта и здесь они вот видите 2000 отзывов и большинство девяносто пять положительных поэтому в общем то я думаю что сайту можно доверять хотя это не не точно и так ссылка будет в описании проходите значит и ниже спускаемся здесь выбираем систему значит я буду скачивать у меня видеокарта андре на или малину андроиде от ученик по моим все таки мали у меня но короче если у вас android скорее всего у вас андре на или мали видео ядро поэтому скачивайте вот этот файл соответственно я его уже скачал весит он 2 и 25 гигабайт и соответственно просто сейчас перекачаю вот этот файл себе на память устройство смартфоне и установим сейчас посмотрим как все будет поехать специально для вас у меня платный антивирус и я сканирую файл а пока друг там будет какие-то нет вирусов не обнаружено и так подключил свой смартфон по юсб тайп си на смартфоне включил разрешить значит доступ к устройству и копирую прямо корневой каталог копирую установщик apk игры half-life 2 ну и жду некоторое время приступаю к установке сейчас разблокирую телефончик и друзья что заходим в проводник и в проводнике так заходим в папочку и соответственно запускаем наш значит apk файл вот он half-life 2 вроде как бы он так запускаем его далее он спрашивает вот установитель приложения нажимаю установить идет установка соответственно я пока ставлю на паузу потому что явно эта установка не будет прямо секундной и моментальной так что ждем итак друзья приложение у нас установилась давайте его откроем теперь так что у нас тут запрос разрешение пожалуйста дайте нам необходимо решение для корректной установки игры понятно разрешаем доступ но это так принять еще раз друзья на свой страх и риск устанавливаем вот поэтому естественно разработчика я не знаю это сторонний разработчик но вроде как бы так разрешаем и вот идет только сейчас установка на самом деле распаковка началась только распаковка 2 паковка только сейчас началась поэтому ждем пока вот он долгожданный момент открываем запускаем игру так выберите разрешение ну что же далее это приложение было создано для более ранней версии android и может работать со сбоями проверьте наличие обновления или свяжитесь разрубочкой ну окей окей так это рекламка launch source как видели я нажал launch source и вы ничего не узнаете по моему это source как вы думаете по моему очень похоже на source о боже мой а ну-ка new game а давайте ка сначала хотя конечно ну давайте да 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 старт new game ребята и и пары сетты только кстати а вы знаете я пожалуй сейчас подсоединил попробую подсоединить геймпад и попробую с геймпадом я думаю ну ка сейчас друзья все должно быть по-другому включаю blue poop в это время вот вот но эти увидите подсоединился все он у меня уже был подсоединился и сейчас попробую с геймпада поиграть half-life 2 давай ты точно это сможешь блин я чуть-чуть это сбил 4 понажимал на понажимал до геймпад работает я понажимал что-то отменил видно с геймпада так надо ничего не нажимать ничего не испортит хотя бы здесь вайсен чаем мистер фримен рис и н чай а а а а а а а а Главное, никак не пропустить эту заставку. Ну что ж, друзья, геймпад абсолютно полностью работает. Абсолютно полностью. Графика, конечно, чуть-чуть подрезана. Специально адаптированная для андроида. Но, друзья, из положительных моментов ничего не тормозит. Вообще ничего. Смотрите, что я, наверное, возьму. Сейчас, наверное, может быть, будет вот так вот. Сейчас, сейчас. Всё, на русском языке, даже на русском языке. Ёлки-палки. Это же вообще. За вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить здесь своё правительство в цитадель. Ну что ж, погнали. Погнали, друзья. Графон, конечно же, не такой, как на ПК. Да, но я, кстати, управляю ещё, повторяю, с геймпада. Тут всё работает и крышки. И действие кнопочка. Кроме вас на поезде никого не было. Видели, да? Я взял бутылочку. Ну, короче, всё идеально идёт. И я вам скажу честно, мою точку зрения. Я играю на ПК сейчас в эту игру. И это лучшая игра вообще на свете. И современным играм просто не сравнится. Не сравнится с этой игрой. И озвучка, и эффекты, и графика, и звук. Всё на уровне. И я, наверное, у меня графика на ПК, наверное, когда эта игра вышла, была, наверное, даже хуже, чем здесь. Эй, эй. Смотрите, на стены. Ох, эти фирменные хау-лайфовские стены. Как всё круто. Как всё вообще. Я не знаю, вам вообще видно. Нормально. Но, друзья, это очень круто. Да, на камеру я сейчас посмотрю. Не так круто, как в жизни. Плюс, наверное, сейчас мне интересно, как долго будут прогружаться переходы между локациями. То есть, какое время будет, да, затрачено переходы между локациями. Ну, давай же уже, давай, давай. Давай. Ну, идёт просто идеально. Помнишь, я должен тебе пиво. Намного быстрее, чем мне... Гордон, это я. Лицо, слушайте. Лицо сглажено лучше, чем на ПК-версии. Я работаю на ГО для прикрытия. Офигеть. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Афигеть, кстати, прошу прощения, мне, скорее всего, надо сейчас подключить... Да, парни, ну в чём дело? Я занят в вашем тестировании. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Чёрт возьми! Гордон Фримен. Как не ожидал. Я тоже не ожидал, док. Он собирался сесть на экспресс до Ново-Проспект. Ну, парни, что ты намерен предпринять? Я думаю, думаю. Тут где-то Алекс, может, она придумает, как ему сюда добраться? Так, если он будет держаться подальше от постов, всё будет в порядке. Слушай, мне надо идти, мы и так сильно рискуем. Ну, хорошо. Кстати, Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон, тебе придётся идти самому до лаборатории доктора Глянгера. Погнали. Вот чёрт, вот чего я боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Слушайте, по-моему, озвучка другая. Блин. Озвучка в игре, по-моему, покруче. Слушайте, может быть, кучу, чтобы выбраться через окно. И иди до площади. Я тебя позже найду. Так, вот это будет сложно, друзья. Так. Вот, всё тут надо. Вот так. Смотрите, ящик беру. Мне на X брать. Хоп. Потом запрыгиваю. Хоп, сюда. Хоп. Смотрите, вот сейчас будет локация переключения. Засекаем, сколько времени. Сейчас я засекаю. Так. Так. Ну, пошли. Так. Смотрим, потому что на старом компьютере, я помню, у меня, как только игра вышла, это были минуты. А, тут вообще секунды перехода, друзья. Офигеть, как на ПК. Вот это да. Вот это да. Вот это круто, конечно. Блин. Видите, лучи падают. Кстати, слишком далеко улетело. Боже, даже я иду. Видите, свет как падает. У-у-у. Вот это да, друзья. Круто. Как круто. Я даже не верю, что эта игра крутейшая, которая шла не на всех ПК. Когда она вышла, сейчас без проблем идет на андроиде без всяких тормозов. Ну, вот, знаете, прорисовка города, и у меня ничего не тормозит. Вообще. Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос? Так, я заблудился, что-то я не помню, куда идти. А, ну, не, ну я помню, я, конечно, надойду сейчас, но что-то у меня не та картина в голове была. А, наверное, все-таки туда, да. Так, как бежать-то тут? А, пока бежать нельзя, потому что у нас нет вот этого крутого костюма. Он там кого-то избивает внутри. Ну, а, атмосфера игры, атмосфера игры, она просто непередаваемая. Непередаваемая. Так, ну, конечно, текстурки такие, издали еще нормально, вблизи подходим, и уже такое. Ну, уж вы простите, вы простите меня. Так, куда идти? Так, туда точно, там опять кого-то пинают. Смотрите, там уже запинали кого-то. Хоп. А вот и не поймал ты меня, потому что я Гордон Фримен. I'm Gordon Freeman. Смотрите, друзья, подходим к качелям. Вон от них, во-первых, тени, а во-вторых, мы вот так можем двигать, смотрите. Потом, смотрите, видите вот эту штуку? Раз, кладем, смотрите, кладем, кидаем на хоп, и видите? То есть физика. Покажите мне такую же физику в другой игре на андроиде. Нет, такого не будет. Так, ну, если не приглядываться к стенам. Ну, друзья, это просто секундные переходы. Блин, мне кажется, это очень круто. Я ждал минуты просто на своем ПК старом. Просто сидел минутами. Так, так, на эту кнопку нажимаю, прошу прощения. Я нажимаю, прошу прощения. Смотрите, велосипед. Все как в игре, смотрите, велосипед лежит. Предметы. Смотрите. Сейчас будем проходить дальше. Будем посмотреть на отражение плитки, как пол. Так, давайте посмотрим пол. Что с полом? Ну да, пол здесь уже не так бликует. Тут нету отражения на полу, к сожалению. Как в ПК-версии. Там уже кого-то избивают. Не надо было показывать дом великого вождя. Тебя бы не избили. Так. Ёлки-палки, а? Значит, сюда нам что-то получается. Так, блин, я отсюда вышел. Значит, в другую сторону. Спокойно, спокойно. По уровню напряга и по уровню... Так, здесь уже, да, нету отражений на плитке, к сожалению. Вот тут еще какие-то эффекты красно-зеленые на спине. Но в целом, в остальном, все вроде неплохо. Давай сюда, быстро! Вот его убьют, друзья. Его застрелят. К сожалению. Я, кажется, недавно играл в игру. Игра феноменально крутая. И вы знаете, что я сейчас собираюсь сделать? Я сейчас собираюсь... Давайте зайдем в настройки. Блин, вот как тут? Option. И попробую поставить графику-то повыше. О, смотрите, Full HD у меня. Давайте. Так. Изи. Хорошо, что у меня изи хоть уровень. Так. Advanced. Вот как выбрать Advanced? Черт возьми, а? Не знаю, как переключить. Посмотреть, что за уровень графики. Просто не знаю. Просто перебираю кнопочки. Блин, да ёлки-палки. Ладно, фиг с ним. Будем считать, что это лучшая игра. Слышите, его застрелили. Всё, сейчас будет стрелять по мне. Стреляет по мне. Смотрите. Как он такое? Вон он стреляет. Смотрите, как прорисован город. Вон он все идеально. А-а-а! Я упал. Ну, опять же, продолжаем с контрольной точки, где мы... Ой, с этой же точки. Да тут автосохранение, друзья. Вот это да. Этого не было даже в игре для ПК. То есть, обычно в точке, вот здесь вот, что-то под пункт будет. И это не у меня, просто вот уперся. Так. Так. Друзья, с геймпадом я не особо в ладахтах. Поэтому он вот такой. Вот. Пусть она подходи козли на... Негодяя-мерзавец. Вот он! А, нет! А, ну это уже классическая озвучка. Тут вы слышите, да? Как её? Алекс Милай? Алекс? Я полагаю, вы доктор Фреймэн. Ох, какая озвучка. По-моему, лица даже лучше выглядят, чем в ПК-версии. Доктор Кляни рассказал, что вы пойдёте этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у вас нет карты. Отлично. Я Алекс Венс. Мой отец работал с вами в чёрной мезе. Если бы можно было убрать вот эти ещё... Так. Ну-ка, через, может, контроллер? Нет, нет, нет. Видео. Попробую так. Advanced. High, low. Нет, давай-ка всё на high, друг. High. 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 Reflect all. Enable. Disable. En... En... Да, блин, ёлки-палки. Ладно, я боюсь, что просто... Enable. Опять disable. Ёлки-палки. Так, увеличим вот этот пазунек. Так, антиалезин пускай. Да ёлки-палки. Дурацкий disable. Ладно, пускай будет уже хотя бы так. Так, загрузка. Сейчас попробую. Не нагнётся ли мой... Вся моя система. Смотрите, вот этот эффект был и на ПК. Когда он долго думает. Вот так звук глючит. Ну, что-то он долго заглючил. Мне уже кажется, что всё. И, по-моему, мы убили систему. И теперь ничего не будет. Давай же, друг, давай, ты сможешь. Ты сможешь. Ну-ка, как, нагрелся телефон? Ну, чуть-чуть, да, прогрелся. Чуть-чуть. Нет. Только не это. Мы убили... По-моему, всё. По-моему, Half-Life просто упал. По-моему, он просто упал. Ох, да. Ну, что ж, друзья. Ладно, на этой печальной ноте не залазьте в настройках. Не меняйте. Возможно, конечно, он сейчас отгрузится. Такое бывает, что долго. Но, по мне, так кажется, почему-то, что уже всё. Давайте сейчас попробуем выйти. Нажмите ещё раз. Попробуем зайти обратно. Но у меня есть такое предположение, что всё. А... А, резунгейм. А, нет, друзья. Да, и видно, графика стала получше-то. Хотя бочки, смотрите, какие чёрные-чёрные-чёрные вообще. Но графика стала поярче. И, кстати, на производительности это вообще никак не отразилось. Потому что вот я управляю всем. У меня нет ни подлагивания, ни затупов и так далее и тому подобное. Не всюду, конечно, удалось поменять настройки, да? Плюс, насколько сейчас будет быстрее переход. Ну, мне кажется, так же за секунду будут переходы. Ладно, друзья. Я уже тогда... Сейчас уже ничего такого интересного экшена не будет происходить по сюжету. К сожалению. Поэтому, я думаю, в общем-то и всё. Постарайтесь. Ну, короче, игра не такая уж и требована. Вот я накрутил настройки, да? И всё равно... Не, всё равно. Ну, чуть-чуть подольше стал прогружаться. Переходы чуть подольше. Но... Ну-ка, вместе. Опа. О-о-о. Появились грехи. Видели со стенами, что происходит? Стены. Ох. Ну, такие стены, по-моему, не было. Таких стен. Кажется, мы наконец-то нашли лучший путь. О, со стенами что-то творится. Друзья, не заходите в настройки, потому что видите, что происходит. Я накрутил настройки, и, по-моему, сейчас... И, кстати, рада познакомиться. Да, и появились всякие глюки. Так что, друзья, не заходите в настройки, не крутите ничего. Как я. Ламар, выходи оттуда. О-о, всё в порядке, доктор Клейнер. Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Причём, меню английское, а язык русский. Как будто они взяли старую версию. От Лайфа. Ну, короче, друзья, вот, собственно, и всё. Просто... Которую бы просто поражало ваше воображение. Чёрт, Гордон. Ты разворошил улей. Ну, всё. Глюки, это уже неприятно смотреть, видите. Поэтому не заходите в настройки. Всем пока. До свидания. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok